Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это дело священника Колерова в Кимрах. Это дело характерно во многих отношениях и исторически ценно. Описание его взято целиком из советских же газет. В Кимрах Тверской губернии с незапамятных времен стояла недостроенная церковь Преображения. Когда в 1927 году стал вопрос о постройке родильного отделения больницы, а строительного материала не было, то общее собрание рабочих посадочных мастерских и служащих больницы постановили ходатайствовать о разборке церкви Преображения на материал для родильного отделения. Горсовет возбудил соответствующее ходатайство перед губ исполкомом. Около года этот вопрос оставался открытым. Только в июле 1928 года было получено извещение, что согласие в ЦИК на разборку церкви и передачу ее введения горсовета получено. Тогда церковники созвали свой совет и постановили церковь всемерно отстаивать, для чего послать специальную делегацию во ВЦИК. Началась посылка одной делегации за другой, и снова вопрос о передаче церкви и разборке ее для здания родильного отделения застопорился. Наконец-то в мае 1929 года он был окончательно разрешен, и горсовет избрал комиссию для переписки церковного инвентаря. Священник Колеров объявил последнюю службу в церкви 19 мая, а председатель церковного совета Дмитриев разослал гонцов по окрестным деревням для призыва в последний раз помолиться. 19 мая в церкви негде было яблоку упасть. Усиленно крестили младенцев, служили молебны, панихиды. По окончании литургии священник Колеров обратился к молящимся с речью. Он призывал верующих подчиниться распоряжению власти и передать церковь без ропота. Когда на следующий день комиссия пришла к церкви, чтобы приступить к переписи инвентаря, она встретила сопротивление. Толпа человек в 60 кольцом окружила паперч и не подпускала комиссию к дверям церкви, на которой висел большой замок. Корноухова, повиснув на замке, причитала «На замке вишу, на замке и умру». В толпе шнырял какой-то молодой человек, подогревая ее выкриками против советской власти. Одна женщина стояла у дверей церкви с вилами. Первой жертвой разверенной толпы стал рабочий Кожевников. Он шел мимо церкви и сказал «Если вы настоящие верующие, то могли бы молиться дома». За это он получил удар кулаком в лицо. А когда он упал, началось зверское избиение. Били кольями, топтали ногами. Кожевников в течение месяца был болен. Ему проломили голову, расшибли руку, сорвали ноготь с пальца. И теперь, на выполнявшую им раньше работу, он уже негоден, повреждена левая рука. Затем толпа избила комсомольца. Напала на работницу фабрики «Красная заря» Козыреву, на комсомолку Карпову. Жена свинопартии Хрусталева спаслась только тем, что кто-то увидел на ее шее цепочку. «Бей ее! Она не нашей партии!» – орали одни. «Нельзя ее бить! У нее на шее крест!» – кричали другие. Священник Колеров не был в буйствующей толпе и не принимал участия в избиениях. Он только говорил перед толпой речи. Просил толпу отдавать церковь, иначе пострадают 18 семейств, в том числе дьякон и я. А после его речи толпа продолжала нападать на проходящих. Через три дня люди начали расходиться по домам. Руководители и организаторы контрреволюционного выступления были арестованы. К ответственности по этому делу привлечено 20 человек во главе со священником Колеровым, председателем церковного совета Дмитриевым, и церковным старостом Байковым. Вследствие по этому делу старшим следователем Червоном законченной областной прокуратурой утверждено. Дело передается в Кимрский окружной суд. Процесс закончился осуждением священника Колерова, Анания Байкова и несколько других подсудимых к расстрелу. Кроме того, во время процесса по распоряжению ГПУ были арестованы некоторые свидетели и свидетельницы, привлеченные к ответственности по обвинению в принадлежности к числу защитников храма. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ